Приветствую вас дорогие друзья! Мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены на календаре 1 февраля. Это значит, что стартовал последний зимний месяц этого года и скоро совсем уже наступит весна и будет тепло. Ну а пока что давайте разбираться с торговыми идеями на текущий момент. Итак, начнем с индекса S&P 500. Индекс вчера, согласно нашим основным ожиданиям, преодолел линию сопротивления и все-таки вырос. Надеюсь, вы успели присоединиться к этому восходящему движению. Если не успели, ну теперь нам необходимо для того, чтобы выгодно купить, дождаться коррекции. Естественно, с текущих позиций мы не покупаем, потому что это дорого, но и размерности особо для дальнейших покупок у нас не в изобилии, прямо скажем. Здесь я вижу всего две размерности, которые стоит использовать при покупке на коррекциях. Одна размерность с текущих позиций нас приводит в котировку 44.66, другая размерность в котировку 44.48. В принципе, обе они плюс-минус имеют одинаковый вес, поэтому учитываем обе эти котировки и при коррекции просто покупаем. Цели у нас далеко лежат, это как минимум обновление локального максимума, ну а как максимум, давайте посмотрим. Есть у нас вот такой циклический уровень, это то, на что мы можем рассчитывать в пределах текущей волны восходящего движения. 47.35, 47.78 наши цели по восходящему движению и они находятся даже ниже, чем глобальный максимум, так что это, можно сказать, первоочередные цели. Ну а в дальнейшем будем уже смотреть, как ведет себя цена и подстраивать какие-то промежуточные цели. Идем дальше. Евро-доллар. Евро-доллар, согласно нашим ожиданиям, скорректировался, но, как видим, коррекция получилась немного больше, чем та, на что мы рассчитывали. И пока что мы не ушли в нисходящем направлении. Нет пока этого движения. Да и вообще, исходя из такой коррекции, непонятно будет ли оно в принципе. Потому что одно дело, когда мы тестируем какой-то зеркальный уровень, это хорошо, это замечательно, от него мы всегда можем рассчитывать на хорошую коррекцию. Другое дело, когда мы пробили один уровень, пробили второй уровень, пробили третий уровень и цена на этом не собирается останавливаться. Здесь возникает вопрос, эгей, ты куда идешь? Поэтому, что мы будем с вами сегодня делать по евро? Поскольку тренд у нас здесь нисходящий, естественно, мы будем стараться поймать какое-то нисходящее движение. Но в реалиях текущей конструкции я бы рекомендовал рассматривать нисходящее движение никак не раньше того, как мы преодолеем пивот сегодняшнего дня. Это котировка 1.22.236, образованная на азиатской торговой сессии. Собственно, идея будет очень простая. Пока у нас цена удерживается выше этого уровня, мы ни в какие продажи ни в коем случае не лезем. Как только цена закрепляется ниже, то здесь на ретесте мы пытаемся продать с коротким стопом за локальным максимумом. Это будет стоп порядка 30 пунктов, но не очень большой, прямо скажем. И с потенциалом где-то порядка 75 пунктов. Это первый потенциал, но в дальнейшем можно подержать до достижения какого-то нового дна, может быть даже обновления глобального минимума. Вот такой торговый план на текущий момент по евро-доллару. Другой я здесь пока не рассматриваю. Даже если цена пойдет в восходящем направлении, я скорее буду вот от этих котировок продавать. Потому что здесь был очень хороший срыв цены, и возможно продавцы, которые здесь сбрасывали цену, захотят сбросить ее еще раз. Поэтому от котировки 1.12.819 я также буду пробовать в продаже. Идем дальше. Фунт-доллар по фунту. Также, как мы ожидали, мы возросли, оттестировали нижнюю границу верхней зоны ликвидности, но пока что цена не собирается разворачиваться. Поэтому, поскольку тренд у нас здесь нисходящий, мы рассматриваем именно нисходящее движение как первоочередное. Здесь мы придерживаемся пока что идеи продаж фунта по отношению к американскому доллару. Дальше будет видно, насколько эта идея у нас отработает, не отработает, но пока в нисходящем тренде мы придерживаемся именно такого плана. Потенциал, на который мы рассчитываем, что уйдет фунт, измеряем по текущей размерности. Это видим, что нижняя граница нижней зоны ликвидности, поэтому все пока что укладывается в наш сценарий. Продолжаем придерживаться такого направления. Идем дальше. Доллар иена. По доллар иене ожидали мы вчера трехсоставного движения. Как видим, движение получили, но пока что цена не особо отскакивает. Наоборот, пробили ключевой уровень, оттестировали зеркальный уровень и пока что корректируемся под ним. Собственно, что мы делаем сейчас? Сейчас покупать, ясно, понятно, немножко рановато, несмотря на то, что цена спустилась вниз. Сейчас мы уже стоим в промежутке, поэтому отсюда особо покупки не сделаешь. Продажа? Ну, опять же, продавать с целью 28 пунктов, когда стоп-лосс потенциально у нас 61 пункт, тоже как-то не комильфо. Поэтому давайте сделаем следующим образом. Раз уж мы идем в цикле нисходящего движения, мы подождем еще чуть-чуть до достижения вот этого ключевого диапазончика, который у нас ограничен 114 638, 114 724. И вот от этого диапазончика уже закупимся. Здесь у нас как раз будет более глубокий заход в диапазон средних значений. Это раз. Ну и во-вторых, здесь будет как раз ретест про торговки предыдущей. Поэтому такой сценарий у нас по доллар-иене, его пока что и придерживаемся. Идем дальше. Доллар-канадец. По доллар-канадцу также все развивается согласно нашим основным ожиданиям. Мы ожидаем, напомню вам, подход в зону про торговки с целью ретеста этой зоны и тестирования ключевого диапазона 126 575, 126 691. А вот уже из этого диапазончика мы с вами будем покупать с целью обновления локального максимума. Вот такой несложный торговый план по доллар-канадцу. Дальше идем доллар-франк. Доллар-франк вчера, как мы с вами и говорили, скорректировался в нисходящем направлении. Очень резко ушел, но, к сожалению, мы не оттестировали верхнюю зону ликвидности. Здесь нам не хватило буквально чуть-чуть каких-то 27 пипсов. Я так подозреваю, что это все из-за погрешности, которые обеспечены вот этой шпилькой. То есть, если мы эту шпильку, смотрите, обрежем в половину, то границу вложенного дня мы точечно оттестировали. Поэтому давайте будем думать, что мы эти зоны оттестировали, что эта идея больше не работает, чтобы на ней не зацикливаться. Что мы делаем дальше? Сейчас цена идет в нисходящем направлении. Как видите, пока что тенденции особо на разворот у нас не намечается. Поэтому, заходя в каждый из целевых диапазонов, либо текущий, либо более дальний, находящийся внизу 0.9191, 0.92037, мы просто будем искать разворотный паттерн и присоединяться в дальнейшем к восходящему движению. Поскольку я думаю, что цели вверху мы не добили и у нас намечается еще один цикл восходящего движения. Здесь, конечно, различные могут быть варианты, на какую размерность и как мы уйдем в восходящем направлении. Но, возможно, это будет как-то вот так. С пробоем локального максимума и по ходу к цене 0.94329. Возможно, это будет вот так. Но, в любом случае, посмотрим по факту. Пока что мы не лезем с текущих позиций ни в покупки, ни в продажи. Ищем конкретный паттерн, ищем точку входа. Идем дальше. Австралийц в доллар. По австралийцу, согласно ожиданиям, мы подросли. Сделали небольшую коррекцию. Вниз пока не собираемся. Следующая цель по восходящему движению у нас находится в диапазоне 0.7097, 0.71, 0.86. До нее совсем чуть-чуть осталось. Вот по достижении этой цели здесь мы уже будем принимать решение, что нам делать дальше. Здесь у нас будет усеченная конструкция в нисходящем тренде. И это будут достаточно выгодные цены для дальнейшей продажи. Согласно нисходящему тренду. Это как раз из диапазона средних значений. Ну и в дальнейшем мы уже посмотрим, как будет вести себя цена и как будет вести себя американский доллар в принципе. И посмотрим какие-то другие моменты. Ну а пока что ожидаем именно подъема в целевой диапазон. Идем дальше. Новозеландец. По Новозеландцу та же самая идея. Мы ожидаем подъема в целевой диапазон по трехсоставному движению. Новозеландец идет как-то более вяло, нежели австралиец. 0.66.311, 0.66.403 наша цель. Поэтому придерживаемся этого торгового плана. Золото. По золоту достигли мы всех целей, которые вчера прогнозировали. То есть вот этот диапазончик мы полностью оттестировали. Была небольшая коррекция, но золото продолжает идти в восходящем направлении. Значит здесь нас будет ждать более глубокая коррекция. Ну и давайте посмотрим докуда. У нас есть два ключевых уровня Fibonacci. Это 1811 и 1827. Это первые, так сказать, кандидаты на то, чтобы до них дошла цена. И оттуда мы будем пробовать какие-то отскоки торговать, внутридневные, либо среднесрочные продажи открывать. Но вот что касается циклического диапазона, здесь его толком не построишь. Потому что вот эти шпильки, они дают очень большую погрешность. И если даже мы построим диапазон, ну мы можем это сделать. 1813-1816. Но будет ли он истинным, вот на этот вопрос никто не ответит. Потому что шпильки всегда дают очень большую погрешность. Так что здесь пока что под целем именно по золоту трудно сказать. Я не буду выдумывать чего-то там из пальца высасывать, какие-то рекомендации. Поэтому просто скажу, что здесь не совсем однозначная ситуация по золоту. И давайте его пока, наверное, оставим. Лучше не будем торговать. По серебру ситуация чуть лучше. Мы вчера еще с вами говорили о том, что здесь есть формация вложенного дня. Собственно, сейчас мы будем с вами отрабатывать этот самый вложенный день. Причем здесь характерны как покупки по вложенному дню, так и продажи. Продажи с идеей дальнейшего нисходящего движения, покупки будут носить более агрессивный характер. Но здесь есть среднесрочный целевой диапазон. Это дает дополнительные гарантии, что мы неплохо скорректируемся. Отмечаем себе зоны ликвидности. 22086-2190 это нижняя зона ликвидности. 22783-22969 это нижняя зона ликвидности. Работаем лимитными ордерами, так как мы это обычно делаем. Дальше идем нефть. Нефть вчера закрыла ГЭП. Если кто-то продавал нефть вместе со мной, надеюсь, вы успели выскочить до того, как она пошла дальше в восходящем направлении. В любом случае, пока что у нас здесь основная идея остается на продажу нефти. Я все-таки жду, когда нефть скорректируется, потому что, на мой взгляд, она перегрета. Ничего здесь больше говорить не буду. План остается прежний. Продажа нефти в идеале, конечно, чтобы мы дошли до котировки 83.98. Но хотя бы до 86.52 это будет уже неплохо. Доллар-рубль. Также ничего нового. Вчера мы поболтались на нижней границе флетового диапазончика. Сегодня эту границу с ГЭПом пробили. Вполне возможно, что теперь по такому сценарию у нас будет снижение. Снижение ожидаем пока что до котировки 75.584. Но будьте внимательны, можем отскочить и раньше от уровня 76.365, потому что это уровень ПОК, находящийся посередине вот этого канала. Поэтому здесь может именно вот такая ситуация у нас произойти. А дальше уже по известному сценарию через паттерн 1.2.3 в восходящем направлении. В общем, пока что мы ждем именно движения в шорт. Так, и биткоин. Дошли мы до биткоина. Значит, по биткоину у нас небольшой флет. Причем флет, как видим, с поджатием. Не просто среднесрочный боковой диапазон, а боковой диапазон с уменьшающейся амплитудой. И поджатие происходит именно к уровню сопротивления. Это значит, что в ближайшее время мы будем его пробивать. Причем пробивать очень серьезно. Будьте внимательны, подловите этот момент. Если какие-то коррекции у нас наступают, обязательно на коррекциях покупайте. Докупайте биткоин, потому что такая формация, да и в принципе уровень страха на рынке говорят о том, что крипта скоро пойдет вверх. Поэтому не пропустите этот момент. Как минимум мы будем ждать подъема по текущей волне до котировки 40 389 долларов за биткоин. Ну а дальше будем смотреть по факту. Пока что именно так. На этом у меня все. Надеюсь, видео было для вас полезным. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями. Всего доброго, пока!